Законодательное собрание Санкт-Петербурга отозвало Сергея Миронова из Верхней Палаты Российского Парламента. За снятие с Миронова сенаторских полномочий проголосовало 43 депутата ЗАГС Собрания, в том числе и фракция партии «Справедливая Россия». Против высказались лишь пятеро. В своем обращении перед голосованием Миронов сказал, что не сомневается в его результатах, но пообещал оказаться на трибуне Законодательного собрания Петербурга вновь в декабре этого года, поздравляя «Справедливую Россию» с победой на выборах. Открывая повестку дня, спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Единоросс Вадим Тюльпанов обвинил Миронова в политическом раздвоении, несовместимом с работой в Верхней Палате Парламента. Я процитирую. «Миронов одновременно штампует законы, а в другие дни является оппозиционером, критикующим эти же законы. Мы больше не можем равнодушно наблюдать, как вы приносите благополучие Петербурга в жертву своим политическим амбициям», заявил Тюльпанов. Именно этот депутат поставил вопрос об отзыве Миронова из Совета Федерации после выступления бывшего спикера Верхней Парламента России на 1 мая. На митинге эсеров он заявил, что в декабре необходимо поменять власть в городе конституционным путем, победив на выборах. Встречаясь с журналистами в Сколково, президент Дмитрий Медведев сказал, что в отставке Миронова не видит ничего страшного, она пойдет на пользу «Единой России» и «Справедливой России», поскольку свидетельствует о политической конкуренции. Встреча с журналистами в Сколково, президент Дмитрий Медведев,